Пожар, еще пожар. Ну тут все закончилось благополучно и даже смешно. На Украине загоревшуюся фуру с арбузами стали тушить этими самыми арбузами. Как говорится, тем, что оказалось под рукой. Фура загорелась на трассе Ферсонской области, быстро очень закончились огнетушители, и вот пришлось что-то придумывать. В общем-то, находчивые парни сгрузили все арбузы и начали ими закидывать горящую фуру. Ну вот, таким образом разламывались спелые ягоды, и вот своей мякотью вот так вот как-то тушили пожар. В итоге они этот пожар весь завалили просто этими арбузами и, в общем-то, удачно со всем этим справились. Ну, если вот в предыдущем эфире я вам рассказывала о том, чем можно еще тушить пожар. Помните, там был и пылесос, и Кока-Кола. То теперь хочется рассказать, для чего еще можно использовать арбузы и где они еще полезны. Вот теперь вы знаете, что не просто их можно есть, а еще ими тушить, например, огонь. Можно делать из них вот такие произведения искусства. Ну, они получаются действительно на ура, только недолговечны буквально на сутки. Вот так вот карвинг называется, это искусство. Можно ножичком вырезать цветы, рыбок, в общем, целые города. Получаются архитектурные такие сооружения, Сиднейский оперный театр, индейскую усыпальницу Тадж-Махал. Все это тяжело, конечно, медленно, но зато эффектно. В России даже соревнования и выставки проводятся по художественной арбузной резьбе. Но не только приятные глаза объекты можно сделать. Иногда получаются вот совершенно-таки неприятные лица с чудовищными глазами, челюстями и вот, в общем-то, со всеми пирогами. В общем, как в кинематографе можно снять любовную комедию, а можно ужастик. Ну вот, арбуз можно превратить еще и в гигантский сочный сосуд. Ну вот, с алкоголем, например, взять арбуз и туда несколько граммов горячительного напитка вылить. Потом аккуратненько сделать пару отверстий, чтобы видна была мякоть через воронку. Вот туда вливают, собственно говоря, сам алкоголь. Ну и, в общем, делают из этого арбуза такую емкость, в которой коктейль будет находиться внутри этого самого арбуза. Ну, правда, надо дать ему несколько часов, чтобы он пропитался. И, в общем-то, можно употреблять. Ну и, напомню, в Японии арбузы специально помещают формочки, чтобы они вырастали какой-нибудь такой интересной формы. Ну, например, квадратными или треугольными. Они стоят дорого, поэтому их в Россию вообще не привозят, потому что невозможно их здесь продать. Благодаря вот такой устойчивой форме арбуз превращают иногда в кастрюлю, куда тоже добавляют сок, другие ягоды. И вот, едя такой фруктовый суток, смотрите, можно купить такое вот арбузное сердце. Ну и удобно, не скатывается никуда. Ну, а вот японские блогеры подшутили, вырезали всю мякоть и превратили эту большую ягоду в домик с сюрпризом. Перед человеком в маске ставят арбуз. Он не знает, что будет внутри. Он, конечно, очень пугается.